Доброе утро всем! Смотрите, я тут, когда ездила в Медимар, купила вот такую штуку себе. Но я еще ни разу... Ну, телефон вставлять. Но ни разу еще не опробовала ее. Вернее, когда заряжала, да, опробовала. В общем, хотела, думала сейчас снять что-нибудь. Ну, вот это вот болтовня. Лучше я вам покажу улицы. У нас, кстати, тут туристы уже похаживают. Ну, такие, испанцы. Туристы не... Тут хорошо, у меня в машине ветерок дует. Ой. Вот, я сегодня так хорошо поработала, даже не ожидала. Ой, в машине сидеть было. Знаете, на улице, на море шторм. Вот, куда он едет. О-о-о-о. Вот так вот можно здесь встретить. У нас какой-то там семафор стоит. Семафор же называется, правильно? Но он какой-то непонятный. И семафор он для автобусов. Потому что автобус по другим улицам не может проехать. У нас тут идут ремонтные дороги. И вот сделали временный семафор. Вот такой вот малюсенький. Вот он, видите? Вот это вот ящик какой-то. Вот так вот. Но машины, видимо, тоже... Думают, что для них тоже. Если зеленый, то можно проехать. Ладно, я еду сейчас на море шторм. Ветер. Ночью поднялся огромный ветер. Мне пришлось вставать, все закрывать. В общем, ночка была такая варфоломейческая. Потом все закрыло. Душно, жарко. В общем, трындец капец. Поеду сейчас в Меркадон. Куплю себе окрошку хочу сделать. Яйца уже сварила. У меня нет редисочки я бы купила. А огурчики купила бы. Что туда еще надо? Еще хочу газированную воду, конечно, если я про нее не забуду. Мне нравится окрошка с газировкой. Кефир у меня дома есть. И, ну, у меня список составлен. Так что в Меркадон уедем. Вот так. Смотрите, какой мотик около меня стоит. Трехколесный. Смешной такой. Прям слишком он ко мне так прижался, любя. Рыба моя. Я уже затарилась. Еду домой. Небольшая такая покупочка вышла. Сейчас вам расскажу, что купила. Так. Салфетки вот такие на стол ставлю. Мне они очень нравятся. Они стоят 80 копеек. Воду с газом купила сейчас для окрошечки. Бешик, каталан. Вам не хухры-мухры. Рубль 18 копеек стоит. Так. Томатная паста. Это что было? Так, Чарли, не бри. У тебя есть вода. 78 копеек. А, нет. Вот эти стоят рубль 0,5. Вот эти. А вот эти, это, знаете, в сумке. Потому что у нас сейчас в баре, в ресторанах, нет этих. Салфетниц. Ну, чтобы, знаете, все руками туда не лезли. Не заражали друг друга. Там, не только вирусом, но и разными там другими болезнями. Не кладут салфетки. Если попросишь, конечно, тебе дадут. Но пока попрощишь, пока принесут, ты уже вся измажешься. Вот купила себе вот такие вот салфетки, чтобы они у меня в сумке лежали. Маленькие. Такие вот так. Мороженое. Там, видите, два половинки. Две половинки. Две, ну, в общем, четыре половинки купил. Две половинки стоят 2,05. В общем, одна половинка рубль. Дорогая, зараза. Много разных батареек. Маленькие, большие. Так, белое вино. Чтобы в еду иногда готовишь еду. А раз вина нету. Евро 45 литр. Арчата. Ну, это корешки. Вот такие корешки перемолотые. Оно по евро. Это муж пьет. Я такое не люблю. Ну, это как не молоко, только сладкое. Так, это вкусняшки для Чарли. Что-то евро 19 стоит. Картошку не буду, в окрошку добавлять. Добавлю горошек. Горошек у нас вот три штуки. Стоит рубль 30. Евро 50 на какую вкусняшку для Чуча. Купила с яйцом. Три штуки там. Вот. Что еще? 12 яиц. У нас почти все яйца продаются по 12 штук. 2,40. Так. Сосиски. Чтоб всегда в холодильнике валялись. Знаете, чтобы там вдруг что. Рубль 23. Вот здесь вот сколько. Рубль 23. 400 грамм. 2 по 200. Так. Вот такие сосиски. Я сейчас одну покрошу в это. В окрошку. Колбасы докторской нету. Ну, в Лидоле можно какую-то одноподобие найти. Но в Лидоле я поеду завтра. И вот такие взяла. Они рубль 90. Здесь 4 штуки. Конечно, горматы какие-то дорогие. Но ничего. В окрошку пойдет. Так. Это вот кофейный напиток, который я пью. Ну, там от кофе ничего нету. Только запах такой небольшой. 2,40 стоит. Вот. Здесь 17% цикорий. А вот какая-то сибада. Сентену. Цикорий 20 даже процентов. Вот. Так что вот. Я особо цикорий просто не люблю. Мне не понравился почему-то. Вот этот вкусный. Так. Что еще? Ага. Раванитус. Редиска взяла. Оно евро 10 стоит. Хумус. 240 грамм. С морковочкой вкусняшка. Рубль 39. Ну и все. А, ну и арбузик. 69 копеек килограмм. А, это. Рубль 99 у нас стоит 2 початка. Ну и пару огурцов. Вот. Я взяла еще. Мало огурцов никогда не бывает. Рубль 99 килограмм. А, рубль 49 килограмм. На 59 копеек. По 30 центов каждый. В общем, сейчас буду резать, стругать этот окрошку. Яйца я уже вчера сварила на ночь, глядя. Потом полночи думала, выключила я их или не выключила. Поставила ли я таймер или не поставила. Сегодня утром встала, все было поставлено. Ладно, быстренько, потому что кушать хочется. Быстренько настругаю и буду кушать. Вот такой салат оливье у меня получился. Я в этот раз огурцы потерла на терочке. Ну, оливье, а что не оливье, что ли? Настоящее оливье. Так что вот, заправляю сейчас газированной водой и кефиром. И в путь дорожку фронтовую. В общем, трындец. У меня чуть птичка не улетела. Я ему вот туда вот запихиваю этот. И он вылетел вот так вот туда. Знаете, кто мне помог? Чарли мне помог его поймать. Он его не съел, ну как, не в рот, ничего. Он его просто вот сюда вот как-то улетел. И все, сел и все. Я его взяла. Блин, сердце это выскочило. Заодно посмотрю, как тут у него крылышки. Тихо. Не упустить бы. Ой, оперяются, друзья. Оперяются. Лезут перья молодые. В общем, все хорошо с ним. Я думала, все, трындец у меня улетел. Моя птичка. Двери-то все открыты. Как он туда не улетел, я не знаю. Все, иди. А ведь вы знаете, эти птицы, они же не умеют жить на свободе. Потому что они не умеют добывать еды. Вот. Он не выжил бы. Он у меня на свободе. Ему жарко. Моя рыба сладкая. В общем, вот так вот. Я ему вкусняшку повесила. Все, оперяется. Перья растут. Я когда в последний раз доставала его. Может быть, он просто действительно это, линька у него отжарит. Не знаю. Ой, чуть сердце не улетело. Чарли. А Чарли к нему подскакивает. Он вот тут у двери сел. Он к нему, Чарли, вот так подскочил. Прям нос к носам. Я думала, сейчас все сожрет. Я говорю, Чарли, нет, нет, Чарли, нет, не жри его. Вот. Но он мне на него не накинулся. Знаете, ничего. Он просто к нему вот так вот подбежал. Сел. Да. Подбежал. И вот так носом его начал нюхать. Тот, значит, улетел вон туда. Чарли опять к нему быстрее побежал, побежал. Но не хватать не начал. У него, знаете, не появился никакой охотничий эффект. Да, рефлекс, эффект. Он просто опять ему интересно стало. Он опять его начал нюхать. Я ему говорю, Чарли, нет. И знаете, птичка даже вот оттуда. Я вот так подошла. И он вот как сидел, так и сидел. Я его просто за руки взяла. Ну, с одной стороны мои руки, с другой стороны морда Чарли. Вот. Че моя ли вы? Те такой не сталкивался. Я вот быстрее дверь вот эту закрыла, пока он тут сидел. В общем, да, Чарли мой не сталкивался. Че у тебя тут прилепилось-то? Еда, что ли? В общем, трыдец. Чуть птицы не улетела. Ой, блин. Надо чуть-чуть Чарли дать. Ну, иди, моя радость. Скажи, мам, че я буду зрачить всяких птичек? Я вам вкусняшки лучше поем. Перья у меня, конечно, тут везде летают. В общем, да, вкус и вкусняшка вот эта вот с яичком, да. С яичком. Мне кажется, он все-таки уже, знаете, старый. Старенький. Немолодой. Ну, ладно. Повешу его сейчас на свое место, пускай висит. Я, кстати, уже переоделась для того, чтобы идти гулять. Время уже к вечеру идет. Может, жара уже спадает. Я вчера на ночь повесила белье. Тазик тоже там оставила. А ночью поднялся такой ветер, прям ураган. Я все двери позакрывала. Только потом вспомнила о белье. Ладно, белье. Таз где? Куда улетел таз? Там нет моего таза. Или я без таза? Я, походу, без таза. Ой, тут ветер такой хороший, оказывается. А, да, таз внизу. Ну, слава богу. Ой, а тут какой ветер. И у нас... А, знаете, что у нас сегодня было? Это трендец. Мне муж говорит... Ну, там... Ветер какой хороший. Шлют мне смс, говорит... В 3.30 землетрясение было. Я говорю, в смысле? Я говорю, я ничего не заметила. У нас... Каждый год нас потрясывает. Ну, я ни разу не замечала. Ни разу не было такого, чтобы я поняла, что нас трясет. Все там девчонки... Ой, да, землетрясение. Я ничего не чувствовала. Говорят, где-то вот там в море, прям вот напротив нас, в море, где-то было землетрясение сегодня. Ой, у меня такой бардак. Вот, 3 с лишним. Вот это вот как-то измеряется там. Но я ничего не почувствовала. Он мне выслал этот, фейсбук, там ссылку, все дела. Я сегодня, если честно, немного поспала. Но говорила, что ночка у меня была такая варфаналамеечистая. И, в общем, я что-то под вентилятором. И так меня разморило. И я немного соснула. Смотрите, как у нас, видите, пасмурно. Кстати, на улице хорошо. И, может быть, я это время проспала. Но было землетрясение. Вот так вот. На улице оказалось намного прохладнее, чем дома. И такое лафа вообще. Прям идешь, ветер такой, знаете, прохладненький такой. Обдувает, не горячий. Смотрите, там прям тучи. Как бы дождь не пошел. Я помню, в России говорили, ой, дождь пойдет, машину помоют. А здесь наоборот. Блин, я только машину помыла в воскресенье, и дождь пойдет. Потому что здесь всегда дожди грязевые. Либо от Сахары, но он к нам тут пыль нагоняет. Либо это. Чарли меня запутывает. Он опять какой-то чумазый стал. У него там есть одно место, в котором он валяется. И весь в грязи это. Мужчина гуляет прям на самом верху. Классный. Я вот сейчас тоже в гору залезла. Сейчас спускаюсь. С одной стороны лазишь, лезешь на горы, с другой стороны спускаешься. Ну так вот. А здесь, говорю, то пыль какая-то. В общем, все дожди летние, они все грязевые. От них очень всегда грязно. Ну ничего. Так что вот так вот гуляем. А там прям такая туча надвигается. Оно без ветра прям духотище. Духотище страшное. Я сегодня немного попозже вышла. Так и своим этим... Птичка, блин, чуть не улетела. Надо же. Вот и, блин, Маруся. Да чар, ну смотрите, как он делает. Видите? Все меня запутывает. Приходится вот так крутиться. Сейчас вот опять. Иду сейчас так. Он опять меня обойдет. И опять сзади встанет. Я не знаю, что у него за прикол такой. Меня закручивать. Ладно. Пошли мы. Путь-дорожка фронтовая. Не страшна нам. Что там? Ты-ты-ты любая. Уже дома. Нанесла маску. Знаете, какую? Помните, у меня были эти розовые пузырьки. Такая она тканевая была. Вот. Но когда я ее вытащила, использовала, там осталось только много жидкости вот из-под самой маски. В общем, я эту ткань выбросила. А вот эту жидкость сохранила. И вот теперь ее наношу на лицо. Пузырьки сразу появляются, но потом они куда-то исчезают. Только если потереть, может быть, появятся. Не знаю. Ну, в общем, они там есть. Знаете, вообще похоже на мыло какое-то. Может быть, и это на самом деле мыло. Фиг его знает. Ой, ладно. Буду прощаться с вами. Монтировать. Время уже поздно. Пью газированную водичку. Витши Каталан. Ну, это типа боржоми. Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Слава Богу, ничего не отказала. Вот такой вот получился день. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok